Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша постоянная программа «Прямая линия», в которой принимают участие депутаты Витебского областного совета депутатов 28-го созыва. С нашими гостями мы обсуждаем самые разные темы, но в первую очередь мы говорим о их работе в округе и, конечно, о их работе со своими избирателями. Сегодня в нашей программе принимает участие депутат по Восточному избирательному округу, это город Новополоцк, Александр Николаевич Сома, главный врач Государственного учреждения здравоохранения Полоцкая центральная городская больница. Александр Николаевич Сома родился 8 июня 1965 года в Мюрском районе Витебской области. В 1988 году окончил Витебский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Во время обучения в ВУЗе работал медбратом аллергологического и первого хирургического отделений Витебской областной клинической больницы. В 1988 проходил интернатуру по хирургии, работал в должности врач-хирург 2-й городской клинической больницы города Витебска. После лор-врач поликлиники номер 6 больницы предприятия Бобруйск-Шина, город Бобруйск, Могилевской области. С 1990 года по 1999 лор-врач поликлиники номер 1 Новополоцкой центральной городской больницы, город Новополоцк, Витебской области. С 1999 по 2005 врач-отериноларинголог, отериноларингологического отделения, учреждения здравоохранения, Новополоцкое городское территориально-медицинское объединение. В 2005 врач-отериноларинголог, поликлиники, открытого акционерного общества «Нафтан», город Новополоцк, Витебской области. В 2012 назначен заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической работе учреждения здравоохранения Новополоцкая центральная городская больница, город Новополоцк, Витебской области. С 2018 года главный врач государственного учреждения здравоохранения Полоцкая центральная городская больница. Новополоцкая центральная городская больница Ваши обращения не останутся без внимания. Ну а мы начинаем нашу программу. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Благодарна вам за важную должность пообщаться с вами. Вопросов накопилось много. Но начать я хотела бы вот с чего. Сегодня вот такое время, что само слово «депутат» мы слышим, и оно звучит достаточно часто. Есть такое определение, что депутат – это посредник между властью и народом. А как вы дадите определение вообще, кто такой депутат, и трудно ли быть депутатом, исходя уже из вашего опыта? Ну я с вами, наверное, абсолютно соглашусь с вашим определением, что депутат – это является действительно посредником, представителем народа для власти. И является как бы тех проводником тех идей, которые генерируют именно его избиратели. Или проблемы, да. Или проблемные вопросы, которые стоят. Но мы не должны забывать в том числе и тот факт, что депутат – это прежде всего какое-то либо должностное лицо, или сотрудник какого-либо учреждения, организации или предприятий. И функции депутата, они не подразумевают получение каких-либо дополнительных привилегий, дополнительного материального вознаграждения. Это общественная нагрузка. Так, то есть помимо вашей профессиональной деятельности, то есть работу никто не отменяет. Люботы на работе вы не получаете. Хорошо. Хорошо. А сколько зарабатывает депутат областного совета? Это общественная нагрузка. То есть вы хотите сказать, что зарплату вам за это не платят? Не платят, да. А отдельный кабинет у вас есть, как у депутата областного совета? Нет, отдельного кабинета, как у депутата, у нас нет. У нас есть свои рабочие места. И единственное, что мы выходим по определенным дням, встречаемся с трудовыми коллективами. И где-то когда-то мы определяем дни рабочие дни, время приема, часы приема. У меня, допустим, это же с 5 города Новополоцка. По средам я туда прихожу, в течение часа я сижу и жду. И принимаю посетителей, избирателей с их проблемами, вопросами, которые они задают. То есть получается, что это та общественная работа, которой вы занимаетесь после своей основной работы? Да. То есть таким образом. Да. Ни дополнительных выходных, ни дополнительных дней для общественной работы вы не получаете. Ну, собственно говоря, мы и выяснили. Кстати, почему, собственно говоря, я на эту тему вас вывела? К сожалению, несмотря на то, что мы достаточно много и часто об этом говорим, по сию минуту мы получаем немалое количество вопросов, сколько же сегодня получает депутат областного совета. Вот оказывается, что это общественная работа, которая не оплачивается. Итак, тогда следующий вопрос. Трудно ли быть депутатом? Вот, собственно говоря, уже половину вашего депутатского срока в областном совете прошло. Более того, надо сказать, что опыт депутатский есть. Вы второй раз, вот в нынешний сезон, избраны депутатом Новополоцкого городского совета. Вот трудно ли работать, заниматься такой общественной работой с учетом достаточно серьезной профессиональной нагрузки? Ну, всегда, когда есть какая-либо дополнительная работа, то это всегда возникают определенные трудности и проблемы. Но всегда, когда ты видишь, что ты решаешь какие-то вопросы, принимаешь участие в обсуждении, в принятии каких-либо решений, и ты видишь результат этой работы, то моральное удовлетворение, которое ты получаешь в виде результата своей работы, поверьте, оно того стоит. И главное то, чтобы мы не подменяли своей работой другие органы и структуры, которые должны этими вопросами заниматься. А что вы имеете в виду, не подменяли? Не подменяли. Ну, большая часть вопросов, которые сейчас возникают во время приемов, это стоят вопросы, которые не должны решать депутаты. Хорошо, и подождите. Вот если у меня, допустим, есть жалоба на работу службы, жилищно-коммунальной службы, это я имею же право, возможность обратиться к своему депутату, пожаловаться? Конечно. А что должны делать вы? Имеет право. Я должен, естественно, разобраться в этой жалобе, в этих вопросах. Но тогда мы пойдем по пути создания каких-либо дублирующих органов и систем. Не проще ли заставить наши организации, учреждения, структурные подразделения работать так, как положено? Мы почему-то всегда привыкли получать взамен, что нам все должны. Вот эта позиция наших гражданин, она всегда несколько напрягает. Так, то есть, вы хотите сказать, это потребительское отношение, да? Потребительское отношение. Мне всегда вспоминаются слова нашего президента Александра Георгиевича Лукашенко, когда он сказал, у нас кризиса нет, кризис у нас в сознании. В головах, иначе говоря. Почему мы, не исполняя должным образом свои обязанности, требуем исполнения обязанностей от других? А когда мы все начнем исполнять и жить по совести, как у нас в медицине, есть такое одно хорошее выражение, что поступай так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Александр Николаевич, извините, я вынуждена просто вас перебить, потому что я категорически с вами не согласна. Почему? Вот в каком плане? Вот много лет, уже несколько лет мы работаем в программе «Прямая линия». Я вам скажу, что именно избиратели Новополоцкого, Полоцкого региона, это самые активные, инициативные, грамотные и хорошо подкованные избиратели. То есть, понимаете, это не жалобщики как таковы. Они вот нам присылают, мне присылают даже исследования. То есть, они проводят такие социологические исследования, когда проводят опрос, как раз таки связанный с депутатской работой. То есть, вот здесь, наверное, вот говорить о том, что потребительское отношение в меньшей мере можно говорить по отношению к вашим избирателям. Нет, я беру в целом. А вы говорите в обществе. Если взять по нашим избирателям, то поверьте, город Новополоцок, он всегда отличался довольно высокой политической активностью. Да. И особенно то, что вы сказали, Восточный избирательный округ, это жители, которые имеют активную жизненную позицию, они готовы принимать участие в решении многих проблем и задач сами. Я здесь с вами абсолютно согласен. И меня, если честно, это очень радует. Они не только ставят проблемы, но и намечают, и намечают, и показывают, как правильно их решить, чтобы они хотели увидеть. То есть, они не ждут помощи извне. Они предлагают сразу и проекты решений, а это дорогого стоит. Даже вот так вот? Конечно. А скажите, вот вообще, одна из основных задач депутата, это не просто заниматься решением проблем своего округа, а прилечь еще людей. То есть, у вас получается, что люди идут к вам сами. А вот в своей работе вы можете опираться на их помощь? Есть ли у вас какая-то такая группа активистов, на которую вы опираетесь при работе в округе? Дело в том, что здесь нет таких проблем, которые были бы кардинальные проблемы, которые хронически не решались. Тогда можно создавать группу, которая будет заниматься решением этой проблемы. Сегодня это одна проблема, завтра это вторая. И в зависимости от поставленных целей и задач, лица, которые принимают участие в решении этих вопросов, они всегда разные. Хорошо. А чего они ждут от депутата, от вас? Вот если по большому счету это достаточно инициативные люди, которые действительно знают, как решать эту проблему. Значит, ну здесь, наверное, того, что каждый депутат это лицо, занимающее определенную должность в городе, в учреждении, в районе. То есть, имеет определенный круг общения. То есть, вот тот случай, представлять их интересы. Да, да. С которым проще пообщаться, с которым проще войти в какой-то кабинет, достучаться и повлиять на принятие какого-то решения. Хорошо. Вот знаете, ну, наверное, может быть, это не точное выражение, но мне кажется, что вам все-таки повезло с округом. Потому что, во-первых, это новый микрорайон. Совершенно новый микрорайон, где живут молодые специалисты, работающие в своем большинстве. Это молодые специалисты, работающие на предприятии на фтан. То есть, это значит, что район не бедный. Люди получают хорошую заработную плату. Какие проблемы их волнуют? Проблемы волнуют, по сути, одни и те же. Это и проблемы благоустройства территории, создания дворовых территорий, создания детских площадок, создания кулумб, ремонт дорог, создания пешеходных зон. То есть, вопросы, большая часть это вопросы именно благоустройства. Но надо ведь сказать, что так уж получается, или так сложилось, что к депутату чаще всего обращаются с вопросами, связанными с их профессиональной деятельностью. То есть, я думаю, что и ваш случай не исключение. Да, конечно. То есть, если где-то возникли какие-то проблемы по вопросу оказания медицинской помощи, организации обследования, то они идут именно к депутатам, которые имеют отношение к медицине. Но поверьте, на сегодняшний день в нашем Полоцко-Новополоцком регионе, если можно так сказать, сложилась довольно-таки неплохая система по организации оказания медицинской помощи. Ведь на сегодняшний день, если взять по Витебской области, даже по нашему региону, если я правильно помню цифры, 1,6% населения, которые получают медицинские услуги, получают ее на республиканском уровне. То есть, все пациенты остаются в наших учреждениях. Это Полоцко-Новополоцко плюс Витебск. А подождите, на республиканском уровне это что значит? Это значит, ваше техническое обеспечение, да? Да. И медицинские кадры, они позволяют получать вот такого высокого уровня медицинскую помощь. Я думаю, что мы к этой теме еще вернемся, потому что действительно, как не говори, а действительно много вопросов связаны с вашей профессиональной деятельностью. Но сейчас мне хотелось вот уточнить еще, опять же, мне просто очень интересно, работа депутата это, понимаете, это человек, вы не возьмете лопату из-за кого-то там не выкопаете, да, какую-то там траншею или там необходимую канаву. Но ваша задача заключается в том, чтобы принимать участие, вернее, сотрудничать с органами местной власти, да? То есть стимулировать их, может быть, указывать на эти проблемы, конечно, больше связаны с вашим округом, но действительно, которые волнуют людей. Вот получается ли это у вас? И насколько депутат может влиять на решение органов местной власти, продвигать свои вопросы на уровне? Давайте начнем и городской, и областной совет депутатов. Ну, здесь, наверное, вы правы, что их разделять нельзя на город, область. Всегда, когда возникают какие-то вопросы, которые требуют обсуждения, они выносятся на заседание и рассмотрение. При Совете депутатов есть профильные комиссии. Я, в частности, вхожу в комиссию по социальной сфере. И прежде чем вынести это решение на обсуждение, на сессию для решения на уровне города или области, рассматривает соответствующая комиссия, где довольно, поверьте, иногда с бурно проходит обсуждение за, против и вносятся изменения в решение. Но каждый депутат может предложить какую-то тему, которая подлежит обсуждению, а дальше уже рассматриваются варианты решения этой проблемы. Да, есть вопросы, которые выносятся на сессию. Есть такое понятие, как депутатский запрос. То есть каждый депутат может подготовить запрос в любое учреждение, вынести этот вопрос на сессию и рассмотреть с принятием какого-то решения управленческого. И опять же вернусь к теме, скажем так, возможностей, обязанностей депутата. В вашей предвыборной программе был довольно такой важный пункт. Мы, кстати, его обсуждали в нашей предыдущей встрече. Вы говорили, что будете уделять особое внимание образованию, детям. Вот что у вас получается, что вы делаете в этом направлении? И какова вообще перспектива решения этой задачи, которую вы ставили перед собой и обещали своим избирателям? Ну, здесь вопрос, как я уже, наверное, повторюсь, как и было сказано в прошлой передаче. Дети — это наше будущее в настоящем. То есть как мы сейчас воспитаем какое поколение, как мы их научим жить, ценить то, что мы имеем, ценить жизнь, условия работы и так далее. Хорошо, а что делать для этого? Что нужно делать для этого? Это нужно. Достойное образование, которое у нас есть. Сейчас, на сегодняшний день, я считаю, это обеспечить достойные условия пребывания, получения квалифицированной кадры. И один из последних вопросов, который сейчас очень бурно обсуждается, это организация, в котором имеют отношение и медицинские работники, это организация питания в школьных учреждениях. Ну, безусловно, да. А вообще вот каждый депутат два раза в год должен отчитываться, полностью отчитываться перед своими избирателями. Вот давайте из самых таких значимых, наверное, успехов, или то из тех обещаний, которые вам удалось, реально удалось выполнить. Ну, да, наверное, самых таких значимых вопросов, которые были написаны в моей программе. Тогда я еще работал на тот момент заместителем главного врача учреждения здравоохранения Новопольская центральная городская больница. И оно в первую очередь стояло для обеспечения функционирования данного учреждения. Но на сегодняшний день я хочу сказать, что эти два обещания, одно уже выполнено, это введение в строй и в действие кабинета ангиографии. Это создание интернационной помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. Есть ли в двух словах, что это такое подразумевает собой? Пациентов с острым коронарным синдромом или, как говорят, с инфарктом миокарда, есть правило золотого часа, оказание медицинской помощи. До июля месяца мы всех пациентов с данной патологией отправляли в область. А это дорога. То есть золотой час уже теряется. На сегодняшний день уже у нас с июля месяца работает своя ангиографическая операционная. Вы знаете, Александр Николаевич, у нас есть как раз сюжет, это архивный сюжет, он сделан еще летом. Я понимаю, что на сегодняшний день несколько ситуаций уже изменилось. Давайте мы посмотрим наш архивный сюжет, а затем с сегодняшней ситуацией мы обсудим с вами сразу после этого материала. Сосудистая хирургия без разрезов. Новые технологии лечения сердечных хвороб. У первый день работы ангиографа, новополоцкие медики, при допомозе в опытных коллег из Витебска, выконали три операции пациентам с паразой коронарных артерий. У Витебской областной больницы и кардиоцентры что год проводится каля трех тысяч таких вмешательств. Операция проводится через прокончик, то есть это операция на сосудах сердца, но она делается через прокол диаметром 2 мм, то есть дистанционно. А оборудование это позволяет нам именно контролировать весь ход операции под рентген-контролем. Специалисты порауновывают ангиограф, зводшим и хирурга. Аппарат просвечивая органы человека насквозь и дозволяя выявлять проблемы у сосудистой системе на ранней стадии. А так само пошкоджение и загадное развитие розных органов пухлины. Такий метод широко уживается во всем свете. От инфаркта миокарда можно умереть. При нашей методике, то есть как бы эту смерть можно предотвратить, либо предотвратить инвалидизацию пациента. Пациенту, который стабильность на кардио, то есть просто болит сердце, и тем более можно уменьшить. То есть улучшить качество жизни в плане того, что боли будет меньше беспокоиться, будет более трудоспособным. Рассчитано, чтобы ближайшие жители нашего города, Полоцка, Новополоцка, ближайших районов, как только у них случится инфаркта, они будут поступать сюда в перспективу, как бы закрывать вот эти все проблемы. Ранее хворых, яким были и потребны экстренные сосудные операции, направляли в Витебскую областную больницу. Зараз такой необходности нема. У Новополоцкой городской больницы пациент отримает высокотехнологичную допомогу у экстренном парадку. Правило золотого часа. То есть у пациента, когда случается катастрофа, как можно быстрее ему оказать квалифицированную помощь, которая раньше у нас оказывалась сначала медикаментозной, мы пробовали восстановить кровообращение, отправляли пациента на Витебск. Это получалось через 2-3 часа. А теперь, получается, в ближайший же час пациент получит всю доступную медицинскую помощь в экстренном порядке. У Новополоцкой больницы операции на сосудах с допомогой ангиографичной установки будут проводить три высококвалификованные специалисты. Яны прошли специализацию у Минску и практиковались у Витебской областной больницы. Город Нафтовиков стал четвертым центром в области, где происходит сучастное обсталевание для операций на сосудах. Это программа «Прямая линия», в которой сегодня принимает участие депутат по Восточному избирательному округу, это город Новополоцк, Александр Николаевич Стома. Если вас заинтересовала тема нашего разговора и у вас возникли к нашему гостю вопросы, связаться с ним напрямую вы можете по телефону 42 23 11. Ну а мы, как всегда, ждем ваших писем на электронный адрес нашей редакции. Сейчас он на ваших экранах. Вопрос собаковый.тв.бай Звоните, пишите, спрашивайте. Мы продолжаем нашу программу. Александр Николаевич, я знаю, что на сегодняшний день вот этот кабинет, это действительно такое очень важное приобретение, это значимое приобретение, уже активно работает и проводятся операции, довольно, скажем, сложные операции. И помогают специалисты из области. Ну да, с момента открытия отделения мы уже говорили, что у нас было три подготовленных своих специалиста. Но у них не было опыта самостоятельной работы. Поэтому на первых этапах, благодаря сотрудничеству с областной больницей и поддержке областного управления по здравоохранению, у нас по месяцу в командировках находились врачи-специалисты областной клинической больницы, которые оказывали помощь, поддержку и принимали участие во проведении операции. На сегодняшний день специалисты уже получили высокую оценку, они работают самостоятельно. И, по-моему, там в полную смену, да? То есть в полную смену, если первая половина... Да, но сейчас на сегодняшний день работают они до шести вечера. В ночную смену мы пока еще не можем организовать. То есть экстерную помощь можем оказать, но плановая помощь не проводится. Но, по сути, это стоит вопрос подготовки специалистов, который сейчас решается, и я думаю, будет скоро решен в ближайшее время. Но, во-первых, это, как уже было сказано в сюжете, позволило приблизить оказание специализированной помощи, это улучшило результаты лечения, уменьшило инвалидизацию населения, то есть трудовой прогноз. И вопрос спасения человеческой жизни, а это, наверное, самое дорогое. Ну вот это тот пункт вашей предвыборной программы, о котором вы говорили. Но вы сказали, что у вас уже два таких достижения, которые вы считаете, что вот... Ну и второй момент, одним из положений программы было создание клиника диагностического центра, аллергоцентра на базе актового зала станции скорой медицинской помощи. Это пристройка к скорой помощи и детской поликлинике. На сегодняшний день там завершены два этапа. Первый этап – это ремонт кровли, отремонтированная, и создание входной группы с подъемником по безбарьерной среде. И сейчас ведутся работы по внутренней отделке помещений, по ремонту, перепланировке. И если все хорошо сложится, то с января 2020 года аллергоцентр примет новых пациентов. То есть начнет уже работу. Тоже очень, скажем, важный объект во всех смыслах этого слова. Но я знаю, что вот несмотря на то, что именно здравоохранение – это, наверное, самая защищенная сфера, вот и обстановка, ситуация с, скажем, учреждениями здравоохранения именно вашего региона, она достаточно благополучна, стабильна. Но вопросы остаются. Первый. По сию минуту поднимается вопрос, хотя понятно, что это обусловлено оптимизацией определенной темы роддома. И еще ремонты. Целый ряд ремонтов, которые начаты, это и Новополоцкая касается, центральной городской больницы, они не завершены. С учетом того, что, скажем, во многом учреждениям здравоохранения вашего региона помогают предприятия, ваши предприятия крупные. Это тоже надо отдать должное. Много оборудования вам помогали приобрести крупные предприятия Новополоцкая и Полоцкая. А вот здесь возникли вот такие вопросы. Ну, если брать работу роддельного дома, то нужно не забывать. Такой фактор, что с моей точки зрения создание одного роддельного дома это было правильное решение, которое позволило сконцентрировать в одном месте квалифицированные кадры, высокоспециализированное оборудование. И все это позволило в максимальном режиме использовать и одно, и второе. В момент открытия роддельного дома у нас проходило около 10,5 родов в сутки. На сегодняшний день количество родов у нас уменьшилось почти в два раза. Это вы хотите сказать даже после объединения? Да, даже после объединения. Вот по итогам работы за 10 месяцев, я могу сказать уже по учреждению здравоохранения нашему по Полоцку, количество беременных женщин, взятых на учет по сравнению с аналогичным периодом 18-го года, уменьшилось на 120 пациентов. То есть мы вступили в некоторую демографическую нишу, когда количество родов у нас уменьшилось. И цифры по рождаемости, которые у нас есть на сегодняшний день, у нас их уже очень давно не было. И держать сейчас это мы должны были увеличить в два раза количество оборудования, площади и так далее, и обеспечить их максимальную работу. И поверьте, я, наверное, скажу, что все мы хотим получать медицинскую помощь и любые другие виды помощи у того специалиста, который делает это постоянно, часто, у которого движения доведены до автоматизма, чем у того, который делает эту процедуру один раз в день или один раз в месяц или в неделю. То есть, скажем так, желание у населения есть иметь рядышком, скажем, такую форму медицинской помощи, но необходимости в этой особой нет. И поэтому, когда было принято решение учреждения областного управления по здравоохранению о том, что специализированные виды помощи сосредоточить в четырех центрах Витебской области, это Орша, Полоцак, Новополоцак и Витебск, это было правильное решение. И вот сейчас мы создали кабинет, допустим, тот же ангиографии, который сейчас берет Полоцак, Новополоцак, и в ближайшее время он возьмет на себя обслуживание близлежащих районов. Но надо сказать, что это больница, это 400 тысяч жителей, между прочим. 10 районов обслуживаются. Мы пошли по пути не дублирования отделений, а создания специализированных центров. Допустим, ангиографическая операционная, да, она есть в городе Новополоцке. Межрайонный онкодиспенсер есть в городе Полоцке. И так далее. Отделение офтальмологии Новополоцка. То есть это такой, я бы сказал, единый центр, да? По сути, на сегодня мы имеем единый центр, который, ну, поверьте, довольно с высоким уровнем качества оказывает медицинскую помощь жителям наших регионов. А то, что касается ремонта, вот какова перспектива решения этой проблемы? Ремонты ведутся. Те денег, конечно, которые выделены нам по бюджету, их не всегда хватает на те объемы запланированные и текущие. Но у нас есть такое понятие, как внебюджетные деятельности, привлечение спонсорских средств. Я могу сказать, допустим, по учреждению здравоохранения города Полоцка. Так, открытое акционерное общество ЛК «Нафтан» оказало спонсорскую помощь нам и приобрели три аппарата «ФАТЭК». То, о чем я говорила, да, что помогают в обеспечении техническом учреждении здравоохранения. Да, для онкодиспенсера, гинекологического отделения, лоротделения. Есть фирма «Интрасервис», которая вложила в текущий ремонт тоже определенную сумму. Но помогают, мы не остаемся одни на один с своими проблемами. То есть проблемы здравоохранения – это проблемы всего региона. Да, и самое главное, что они решаются и решаются достаточно эффективно. Александр Николаевич, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Я опять же снова рассчитываю на нашу скорую встречу. Вам всяческих благ и успехов в реализации ваших планов. Дорогие друзья, на этом наша передача завершается. Спасибо, что были с нами. Следующая программа «Прямая линия» выйдет в эфир ровно через неделю. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова